Тубская ТВ продолжает работать в прямом эфире. Говорим о главном сейчас. С вами Александр Новицкий. И Алла Есина, здравствуйте. Вот наступает время нашей традиционной, любимой многими, особенно мной, рубрики «Не слово о кёрлинге». Человек, который ничего не говорит о дартсе, человек, который совершенно холодно относится к упражнениям на трапеции и брусьях в нашей студии, говорить будет сегодня о двух вещах. В основном, конечно, о футболе и немного драки в конце. К нам присоединился Леонид Францискевич, спортивный журналист. А значит, самое время поговорить о спортивных событиях Одесского региона. Леонид, приветствую тебя. Здравствуйте. Итак, Леонид, футбол, футбол, футбол. Начнем мы с Суперкубка Украины. И прежде чем начнем о нем говорить, давайте посмотрим небольшой информационный сюжет, который подготовили наши коллеги. 15 июля на главной арене Одессы состоялся матч за Суперкубок Украины между Донецким Шахтером и Киевским Динамо. Паулу Фансека и новоиспеченный наставник киевлян Александр Хацкевич решали между собой, кто же именно выиграет дебютный для себя трофей. В субботний вечер «Фортуна» улыбнулась португальскому специалисту. Оранжево-черные одержали уверенную победу над столичными футболистами благодаря дублю Факунда Феррейры. Думаю, мы заслуженно сегодня победили. Мы очень хорошо начали встречу, забили ранний гол. Динамо после этого среагировало, но мы сумели выдержать давление и продолжали создавать моменты. Отмечу, что у соперника также были моменты. Во втором тайме мы полностью доминировали на поле, контролировали игру. Однако мы знаем, насколько сильна Динамо. Эта команда всегда остается сильной. С ними всегда тяжело играть. Думаю, сегодня мы были просто сильнее. Мы выглядели сильнее. Забили два хороших гола, комбинации. После комбинации, поэтому думаю, что мы были сильнее. Матч за суперкубок запомнился не только голами. Болельщики Динамо забросали поле бананами, петардами и фаерами. После игры организаторы нашли даже два выброшенных на поле мобильных телефона. Ребята эти наставят себя просто против общественности. Я это не понимаю. Понятно, они поддерживают свою родную команду, это правильно. И хотят, чтобы их команда выигрывала. Но я не считаю таким способом. Закидывать там петардами. Тем более, с нашей стороны не было ни провокации. Просто так получилось, что мы забили второй гол в городе Динамо и радовались. Но это не значит, что нужно кидать петарды. Несмотря на численные провокации, Одесса в очередной раз достойно приняла матч за суперкубок Украины по футболу. Здесь приятно. Здесь много людей, наших болельщиков. Поэтому ощущалось их. Спасибо им. Пусть все прекрасно. Спасибо всем, которые пришли на стадион. Спасибо Одессе. Здесь всегда приятно играть. Еще приятно, когда выигрываешь. Итак, Шахтер обыграл Динамо. Как ты оцениваешь дебют Хацкевича в роли тренера? Отвратительно просто. Что тебе не понравилось? Что смутило? Да вообще ничего не понравилось. То есть Динамо, ну, вроде как были какие-то пацаны в футболках белых. Но в футбол они не играли. То есть при Реброве было то же самое. Непонятно что. То есть как бы время мало прошло. Он стартовал как раз очень неплохо. Ну, он стартовал неплохо, потому что у него были отличные помощники. Иностранцы, на которых все держалось, как в итоге выяснилось. Но просто, ну, ни характера не было, ни воли к победе, ничего. Какие-то были валиажные движения, как это происходит в большинстве матчей чемпионата Украины. Там, где Динамо на классе побеждает. С чем это связывается? Возможно, с тем, что суперкубок, ну, будем честными, такой полуофициальный матч? Нет, мне кажется, что просто Динамо на сегодня вот это его уровень. Завтра посмотрим, как Черноморец играет с киевским Динамо в своем новом составе. Но мне кажется, что либо Хацкевичу слишком мало времени у руля команды, либо просто Шахтер настолько вот сыгранная команда. То есть вы видите ни одного новичка, и этот состав уже давненько идет, растет в хорошую сторону. Но это всегда плюс, когда игроки сыграют, они понимают друг друга с полупасса. И реально, вот казалось, если бы Шахтеру нужно было забить там 6, как там Барселона, да, с ПСЖ. 6-1 надо было, чтобы счет был. Я думаю, забили бы и 6. Хотя отдали инициативу, на контратаке перестроились. Если бы Динамо забило пару голов, которые могли забивать и Гармаш, и еще там некоторые футболисты, возможно, было бы интересно. Но я был уверен на 100%. Перед игрой даже мне звонили коллеги из других изданий, спрашивали ваши прогнозы. Я говорил, будет 2-0, вообще без вариантов. И так, в общем-то, и получилось. Еще месяц назад в этой студии мы с тобой говорили, и ты сказал, что Шахтер победит. Как бы мне было грустно мне это признавать, учитывая, что я болеющих Динамо. У тебя есть вопрос, Саша? У меня есть вопрос. Давайте переключимся на то, что понятно более. Тебе? Да. Бананы и телефоны, да, на газоне? Нет, от телефонов черноморцу. В каком состоянии черноморец? Тебе понятен черноморец? Мне понятен черноморец, понимаешь, мне всегда легче начинать с чистого листа. Что за люди туда прибыли? Саша сороднился с черноморцем. Ну, черноморец, несмотря на какие-то такие вот не очень хорошие перспективы, удалось им обрести новый генерального спонсора, не буду называть его. Почему же? Все уже увидели, строительная компания. И теперь эта строительная компания помогла финансам, я так понимаю, в результате чего в черноморце 8 новичков. Из них очень многие те, которых мы знаем и очень любим. Кого ты можешь выделить? Алексей Антонов, любимец одесской публики. Вопрос в том, может ли он еще играть? Потому что когда он показывал уровень, это было, извините, 3-4 года назад. Может, у него есть еще порох в пороховницах, я уверен. Ваня Бабко, наш одессит. Тот же Политила Сережа, который повзрослел и в футбольном плане, и в плане вот здесь вот. И он теперь не будет какие-то дурацкие шутки шутить, как раньше это было. Не факт. То есть, ну, посмотрим. Женя Зубейко, правозащитник. Плюс новички есть, ребята, которые в юношеских молодежных сборных играли. Чемпион Европы 2009 года среди команд Ю-19. То есть, неплохой состав подбирается. Я вам скажу, что он намного интереснее, чем прошлосезонный. И я надеюсь, если эти ребята наберут форму, то они, в принципе, могут попасть в шестерку. Тут будет все зависеть от финансирования. Очень большой вопрос к финансированию. Будет ли оно? Я знаю, что подписи собирают одесские болельщики. Уже начали в поддержку черноморцев. Матч за суперкубок был. Перед этим собирались подписи. Что это за поддержка? Какую поддержку они просят? К кому это обращение? Обращение к властям. Это частный клуб. Подождите, ну какие власти? Это частный клуб, у которого в собственности находятся огромные территории, включая и гостиницы, и рынки, в том числе. Там получается, что, насколько я понимаю, что сейчас Черноморец будет выставлен то ли на продажу, то ли на аукцион. В том числе со стадионом будет проблема. И, наверное, как-то хотят, чтобы обратили внимание, чтобы сохранить команду, уже вывести ее из климовских каких-то лав. Объязей, как и вероятно. Он уже сам от нее отказался. То есть экспрабриировать? Я не знаю, что они хотят, потому что я не видел лист обращения никакого пока, что должна быть встреча с руководством города. И после этого, я думаю, будет... Как же, кто-то изъявил желание взять на себя этот, по-моему, не самый дешевый лот на планете? Ну, если бы кто-то изъявил желание, то команда бы играла сейчас в Лиге Европы, я уверен. Сейчас пока на данный момент... Но, по крайней мере, вот Александр Бабич, главный тренер, сказал, что, в принципе, все нормально с финансированием. Сейчас задержек по зарплате нет, там, неделя-две максимум, да. И, то есть, вроде как спонсоры... Но при этом зарплаты значительно ниже, ниже они были 2-3 года назад. Зарплаты маленькие, да. Даже не называют их, но... Зарплаты маленькие, но, опять же, теперь будет любовь к футболу, к клубу Черноморец. И многие рассматривают игру за Черноморец как трамплин. Вот абсолютно верно. Я думаю, что это не любовь к футболу и Черноморцу, это будет рассматриваться исключительно как возможность показать себя для клубов, которые могут платить достойную зарплату. Ну, хорошо, покажите себя. Зимой уходите, молодежь потянется за это время, и будут наши одесситы игроки. То есть, и не будут досиживать какие-то псевдомаститые игроки. Но это если все еще останутся школы черноморца, останутся базы черноморца, учитывая, что они являются залоговыми по многим-многим кредитам черноморца. Ну, там стадион в основном рассматривается, земля, там, если вернуть землю... Подожди, базы тоже находятся в залоге? Ну, какие-то из них. Ну, какие из них? Мы знаем как минимум 2 тех, которые находятся. Там 3, их 3. Мы знаем 2. Нет, Саша говорит про те, которые в залоге. Которые в залоге. Одна в Савиньоне, в Черноморке, а вторая, собственно, на склонах, вот, в Отраде. В Отраде. А еще есть на Архитекторской, там, где Академия Черноморца. То есть, теперь все будут заниматься на Архитекторской? Все побежим на Архитекторской игре. Ну, я надеюсь, что как-то выпутаться ситуация. Я надеюсь, что дядя Климов отдаст долги и с чистой совестью отдаст кому-то клуб в хорошие руки. И пусть эти люди найдутся, потому что мы все переживаем. Ну, Высайд, отдам в хорошие руки футбольный клуб. Да. Не знаю, что понравилось. На OLX. Сейчас такие маленькие зарплаты, что даже не говорят о них. Точно такая же фраза и по поводу больших зарплат. Сейчас такие большие зарплаты, что и у них нет. Мне вообще кажется, что футбол-то вот не самая прозрачная субстанция. Вообще далеко не самая прозрачная. С точки зрения финансов. Давайте поговорим то, что ближе тебе, Саша. Керлинг. Женский пляжный футбол. Да, я горжусь, наверное, это мягко сказано, горжусь. На протяжении семи лет я проводил в Одессе турниры по пляжному футболу среди женских команд. И всегда они были такими товарищескими, любительскими. И вот с приходом нового президента Ассоциации пляжного футбола Украины был поднят вопрос о том, что как в Одессе нет пляжного футбола официального. То есть почему в таких городах... Ассоциации пляжного футбола в Украине на очень высоком уровне. Да, на уровне сборной, имею в виду. Простите, я пропустил. А кто сейчас возглавляет Ассоциацию пляжного футбола Украины? Я знаю, что был господин Кучеренко. Ну, после Харченко был. Харченко. После Харченко пришел Василий Андрухев. И он сразу же взялся за то, чтобы возрождать пляжный футбол на местах. Сейчас, на секундочку, вчера-позавчера один из гран-при чемпионата Украины среди мужчин игрался в Ивано-Франковске. Там, где, да, не море, не... То есть он хочет популяризировать даже в тех местах, где нет моря, а тем более там, где есть море. И у нас в Одессе в сентябре состоится кубок Украины по пляжному футболу среди мужчин. А если говорить о девушках, то первый официальный чемпионат Украины в ближайшие выходные. Я являюсь исполнителем-директором турнира. И очень, я вам скажу, что небо и земля, по сравнению с тем, что раньше было, обратили внимание. Как много команд заявилось? Мы собрали 12 команд, из них только 4. Это немало для пляжного футбола. Одесские, только 4 одесские. Хотя раньше это был костяк, это были именно одесские команды. Но даже несмотря на финансовую тяжелую ситуацию в стране, приедут представители 6 регионов. А это означает, что мы выполнили минимальный министерский план. И победитель чемпионата Украины будет получать звание мастера спорта. Я хотел уточнить, кто тренирует сейчас команды? Есть ли сборная Украины по женскому пляжному футболу? Нет. Потому что я перепутал, это Кученко, это был тренер, и есть, по-моему, в настоящий момент тренером футбольной сборной по пляжному футболу. Не было сборной по пляжному футболу среди женских команд, поскольку только у нас в городе проходил этот турнир. Я говорю про мужские, извините. Про мужские, да, про мужские там своя ситуация. А женские тут как бы... Сами тренируются? Нет, они нигде не тренируются. У нас нет команд женских по пляжному футболу в принципе. То есть в основном тренеры рассматривают это как этап подготовки к чемпионату по большому футболу, по футзалу. То есть и приезжают провести сборы. Вот сейчас, например, Уманские пантеры, которые в прошлом году выиграли наш турнир, они приезжают двумя составами, сыграют двумя составами, останутся в Одессе и еще пройдут сборы. А сколько в Одессе команд женских? В Одессе у нас заявилось 4 команды. Обратите внимание, Умань на карте все видели? Две команды? Две команды будет из Киева, будет одна команда из Харькова, это Жилстрой 2, это чемпионы Украины по большому футболу. Energy и 5G из Киева, это футзальные команды женские. Плюс будет традиционная из Каменца-Подольского команда Квитка на Камени, которая играет уже лет 5, по-моему, в нашем турнире, нужно посмотреть. И также завсегдатая у нас команда из города Ананьев и Николаевская команда Орион Авто. То есть вот такой вот состав участников, я думаю, что будет очень интересно. В понедельник, когда ты придешь в студию с нашими коллегами, обязательно обсудите то, как прошел турнир. Давай в завершение о боксе. Ну, не совсем боксе, я так понял, что вы хотите поговорить о нашем земляке Цотная Рогава. Вся ли, наверное. Уже есть шутки в интернете под новостью моей на Думской.нет о том, что украинец Цотная Рогава победил немца Владимира. Ну, то есть так получилось. Владимир Ток соперником был Цотная Рогава на одном из крупных турниров. Весовая категория 95+, то есть это супертяжи считаются. И Цотная не то, что удивил, но приятно, преподнес приятный сюрприз своим болельщикам. В третьем раунде нокаутировал соперника немца ударом в прыжке коленом в нос. И нос после этого ушел к другому глазу. Ну, в общем, фотография не для слабонервных. Я жду видео, должны на днях загрузить уже официальное видео, чтобы выложить на сайт. И можно было увидеть этот бой, пока только фото. И он стал официальным претендентом на титул этого турнира. Там аббревиатура, вам ничего не скажет, нашим зрителям тоже. Но если интересно, на Думской.нет есть новость об этом, можно прочитать. Ну, успехи наших, скажем так, земляков всегда приятны, независимо от того, что это за вид спорта. Что ж, Лен, спасибо тебе, Леонид Францискевич, спортивный журналист. Традиционная рубрика «Главные спортивные новости Одесского региона». Мы уходим на новости. Виктория Ортис расскажет о том, что происходит в городе в эти минуты. После вернемся в студию, продолжим работу. Гостем будет народный депутат Украины Надежда Савченко. Оставайтесь на Думской ТВ, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова